Там хорошо, где нет у нас. Не веришь? Ну так что ж, вот мы придем к тебе сейчас и сразу все поймешь. Я поспорил с моим товарищем, прекрасным игроком Александром Владимировичем Эдигером. Он по специальности патологоанатом. Я придумаю новую рифму к слову патологоанатом. Это очень трудное слово. И вообще его трудно поместить, тем более в хорей. От судьбы не спрячешься, от фатума на него не скрыться и во сне. Но жена патологоанатома спит лишь на боку, не на спине. В генетической памяти длинной опыт предков запрятан большой. Бабам трудно справляться с машиной. Им намного привычнее с метлой. От циркачей узнал я правду грустную. Теперь ее открыть придется всем. В семье запашных братьев было семь. Остались только самые невкусные. Посетителям злачных мест стоит помнить при выборе дам. Те, кто после шести не ест, в полседьмого обычно в хлам. Комара я журналом прихлопнул вчера, но он может гордиться собою. Мир впервые увидел теперь комара на цветном развороте прибоя. Лежачий полицейский, не помеха, притормозил и плавно переехал. А мне судья три года отмотал. За что? Да этот мент уже не встал. Попробуем, чтобы более возвышенное. Экспедиция с дальних планет на земле собирала гербарий. Среди прочих цветов и плодов им попался горячий беляш. Перед нами сомнения нет. Теплокровный, живой экземплярий, подытожил совет мудрецов, не скрывая научный кураж. Оценивший запах и цвет, мы разрезали пухлую массу семена, собираясь изъять, чтобы дома у нас прорастить. Но семян в глубине его нет. Вместо них обнаружилось мясо. Этот факт мы не можем понять. И не в силах никак объяснить. Офицер безопасности, встав, объявил боевую тревогу. Мы в стране плотоядных цветов. Эти хищники всех нас съедят. В этом случае звездный устав нам велит отправляться в дорогу. Общий сбор. Экипаж, будь готов. Через час мы стартуем назад. Так закончился этот поход. Земля спасена от захвата. В галактических картах теперь здесь помечен бессрочный запрет. Только Зинка Петрова орет и ругает сынка супостата. Беляше он швыряет за дверь. И не жрет, а желает конфет. Ну, я по природе свой акен, что вижу, то пою. Вот, собственно, так оно и получается. Однажды троллейбус повздорил с трамваем. И былым рогатым козлом, обзывая его. Обиду стержав, он ответил. Глупец. Безрокий козел. Он вообще не самец. Коль вместо рогов над тобой гребешок, видать, не мужик ты, а так петушок. Поэтому рельсы, хваленные ваши, обычно проложенные возле параши, И даже побитый, задрипанный вас, дорогу тебе перекроет на раз. Трамвай зазвенел, содрогаясь от гнева. Но рельсы, к несчастью, свернули налево. И стайка маршруток, руливших во след, увы, не узнала, кто прав, а кто нет. Вот еще одно грустное стихотворение. Грустное. Глубокомыслие. Обычай есть от дедовских времен. Чтоб жизнь у молодых была лучиста, Им следует потрогать трубочиста. Близ алтаря, под колокольный звон. Два трубочиста в нашем городке. И оба уважают новобрачных. По выходным они в костюмах профрачных. Стоят у церкви в черном котелке. И вот, когда под звон колоколов покажется в дверях жених с невестой, Один из них уже занять готов заранее отведенное место. И, подмигнув супругу неревной, обнять невесту, как сестру, как дочку, Влепив со смаком в розовую щечку смиренный, но весомый поцелуй. Да, роль одна, но трубочистов два. И разная манера исполнения. Один из них исполненный почтение, невесте шепчет добрые слова на ушко. И, поздравив жениха с достоинством, спокойно, незаметно, отходит прочь, одаренный ответно. Зато второй, не убоясь греха, без робости целует там. И тут, и гладить норовит поближе к попе. Осталось лишь сказать, как их зовут. Их имена Евстахий и Фалопий. Тут время от времени возникает желание как-то вот ответить классику на классические запавшие душу строчки. Обычно это такой классик, ну не Аспушкин, хотя сейчас у нас пушкинские дни вроде как начались, но тем не менее. И вот я так потихоньку накапливал строки, которые мне западали в душу. И потом понял, что мне хочется на них писать отклики. Но строки-то серьезные. Но отклики получаются разные. Ну, все, уже много накопилось. Но вот один я, пожалуй, прочту. Ну, был такой чудесный поэт Эхим Дюбелле. Это французский поэт со временем Грансара, близкий друг, там, член Плеяды. 16-е век, так что прочее. И вот у него была такая совершенно замечательная, злободневная строчка. Поэты не в чести у власти и закона. Ну, это очевидно, действительно, но 16-е век, которые уже тогда это понимали. Из-за того, что это власть басня. Басня. Вообще, все эти отклики, они кончаются этими строчками. Так что вы последнюю строчку уже знаете. Итак, басня, она называется «Кролик в охмелю». Вот не заяц в охмелю, а кролик в охмелю. Она с польским таким колоритом, но слова там известные все, хотя и польские. Пан-кролик захудал и рифмоплет, кропал стишки про розы, про восход и про простор необозримой страны родимой. Не то, чтобы в захлеб его читали, но и не гнали, и даже иногда публиковали. Пока однажды он, изрядно пьян, не сунулся в центральный ресторан, где отмечал как раз свой день рождения, большой начальник местного значения. У пана-кролика в тот день горели трубы. И заливая вспыхнувший пожар, он рвался внутрь настолько грубо, что перепуганный швейцар твердил, Ах, пан, если вельможный, сегодня к нам никак не можно, у нас сегодня спецбанкет, мест нет, Пшепрашим, вот завтра мы к услугам вашим. А вот сейчас в кругу друзей здесь празднует свой юбилей сам пан-халупа. Тут кролик в охмелю заулыбался глупо, не кстати дал пегасу шинкелей, И упоенный рифмом своей в восторге заорал, халупу в дупу. Тут вечер ощутимо посерел, и наш пострел, слегка переборщив с протестом, провел неделю под арестом. С тех пор любой задрипанный журнал его стишата не публиковал, считая сочинителем опасным. Да он и сам давно не пишет ничего, не тратит силы понапрасну. Но видим мы на митингах его, где, закатив глаза подобно трупу, он грозно предрекает В дупу, в дупу, в восторге от искусства своего. Друзья его зовут борцом с режимом, противники считают одержимым. Зато ни у кого сомнений нет, вот настоящий признанный поэт. Народу верный друг, а власти враг исконный. Не зря он ненавистен для халуп и прочих разжиревших дуп. Поэты не в чести у власти и закона. Попробуем еще одну басню. Басня такой универсальный жанр. Басня называется «Мозг и тело». Мозг и тело, очень современное. То, что разгул демократизма к абсурду может привести, известно всем. Прошу прощения. То, что разгул демократизма способен до абсурда довести, известно всем и так. Однако, привести пример не лишнее. Вот на общее собрание организма собрались части тела как-то раз. Явились все. Кишки, печенка, левый глаз, две почки, представитель от волос, ладони. В общем, всем. Один вопрос, что волновал собравшихся всецело, так как нам обустроить наше тело? Язык прочел доклад на два часа. Мозг предложил. Ну что же, телеса, пришла пора для премии и, так сказать, обменом мнений. И, бросив воспаленный взор вокруг, аппендикс подал голос друг, сказав. Всем тяжело. Мы все дошли до точки. А между тем у нас две почки. Быть может, нам одну из них того-то продать кому-нибудь? Что за дурной вопрос, заметил мозг. Как можно жить без почки? В отбросах все помрем по одиночке. Ну да, тебе видней. Ты голова, аппендикс подтвердил. Ну вот и легких два. А жить все тяжелее. Сдадим одно в наем. И со вторым, ей-богу, проживем. Что за маразм? Мозг бросился высока. Ты так же слеп, как и твоя кишка. Известно даже и уродам. Нас легкие снабжают кислородом. Есть мнение еще. И тут с колен во весь немалый рост поднялся член. И предложил непринужденно. А может, удалим аппендикс воспаленный? А что, ответил мозг, ничуть не удивлен. Тем более он воспален. Кто за, кто против, нет? Единогласно. Ну что ж, все ясно. Аппендикс, выйди вон. Смутьян был удален. Все страсти поувяли. Но басня требует морали. Мораль постфактум вывели глаза. Коль скоро член встает, то мозг, конечно, за. Благодарю. Это было. На море беда. Пользуясь случаем суда в Ульфе, напоминаю всем присутствующим, кто еще не знает, что раз в месяц в московском еврейском общинном центре силами чертовой дюжины проходят поэтико-эмористические вечера. Вот только что 2-го числа было. А следующий у нас будет 23-го, потому что 2-й это был должок за май. 23-го июня, воскресенье, 16.00, вход абсолютно свободный. Вот абсолютно. Я надеюсь, что Володя тоже придет, хотя он еще этого не знает. Ну, в принципе, я его уговаривал. Там будет Борис Юзефович Куртиер, Надя Деглин. Я не вижу здесь. Здесь, да. Ну и ваш покорный слуга, вход абсолютно бесплатный. И мы там стараемся читать вещи, которые в других местах не читают. Они, правда, кошерные в основном, но не обязательно. Так что приходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ